Дорогие друзья, соратники, действительно, я на сегодняшний день являюсь председателем Союза борьбы за народную трезвость. 20 лет наш Союз возглавлял всемирно известный хирург, академик всех медицинских академий мира Федор Григорьевич Углов. Как известно, знаменит он не только тем, что за свою долгую жизнь он не выпил ни одной рюмки, не выкурил ни одной сигареты, а он в 100 лет делал самые сложнейшие операции в своей клинике и занесен в Книгу рекордов Гиннеса как единственный на планете Земля хирург, у которого хирургический стаж более 75 лет. Он 78 лет оперировал людей. Углов 20 лет возглавлял наш Союз, я 20 лет был его первым заместителем по этой общественной организации. К сожалению, 22 июня 2008 года на 104 году жизни Федор Григорьевич скончался. И вот меня избрали председателем, и я езжу по городам и весям, рассказываю людям правду о той страшной войне, которая ведется против наших народов с помощью алкоголя, табака и других наркотиков. Русскую интеллигенцию всегда мучило три сакраментальных вопроса. Что происходит, кто виноват и что делать. Итак, что происходит. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, в пьющих странах, а мы, Россия и Белоруссия, к сожалению, пьющие страны, каждая третья смерть связана с употреблением, прямо или косвенно с употреблением алкоголя. Каждая третья смерть. Если мы возьмем 2018 год до ковида, до эпидемии, то это получается, что в 2018 году с помощью алкоголя в Российской Федерации было уничтожено порядка 700 тысяч человек. Каждая третья смерть. В курящих странах, а мы, к сожалению, до сих пор курящая страна, каждая пятая смерть связана с употреблением табака, прямо или косвенно. Добавим еще сюда 300 тысяч. Другие наркотики, гашиш, героин, марихуана, всякие спайсы, слайсы, в России за год уничтожают порядка 100 тысяч человек. Если все сложим, мы получим 1 миллион 100 тысяч наших соотечественников за год было уничтожено, ведущейся против нашего народа, алкогольно-табачно-наркотической войной. Много это или мало? Если я переведу на язык военных цифр, штатная численность дивизии военного времени 10 тысяч человек. Отбросим 4 нуля. В 2018 году в Российской Федерации с помощью алкоголя, табака и наркотиков поголовно было уничтожено 110 дивизий за год. Причем это в основном мужчины трудоспособного возраста, в основном русские мужчины. Такой войны Россия не знала никогда за всю свою многотысячелетнюю историю. Причем эта война по своим жертвам и последствиям намного страшнее Великой Отечественной войны. Из той войны мы вышли победителями, закаленные духом, за пять лет в страну из руин подняли. Из этой войны мы какими выйдем? Кто виноват? Важнейший вопрос. В общественное сознание внедряют одну очень опасную мысль о том, что алкоголь, табак, наркотики это какой-то дождик, снежок. Вот он с неба капает и капает, и ничего с этим поделать невозможно. А вот ты, Владимир Георгиевич, все сделай, чтобы молодежь из луч не хлебала. Вот сделай. А то, что с неба капает, а что тут, только руками развести. На самом деле существуют мощнейшие силы, заинтересованные в спаивании нашего народа. Это прежде всего производители алкоголя, фантастические барыши. Это торговцы алкоголем, это неслыханные сверхприбыли. Это отдельные представители власти, которые крышуют этот бизнес на крови, на смертях, имеют свой очень хороший процент от всего этого спаивания. Это мировая закулиса, которую раньше называли мировой империализм, которая спит и видит, когда последний русский человек сопьется, как индеец в Америке. «Приходи, владей, все пробурено, все распахано, завози сюда новых негров, строй себе рай на земле». И вся вот эта шайка-лейка в русском языке имеет характерное итальянское название «мафия». Это мафия. Алкогольная мафия, табачная мафия, наркомафия. Они-то и занимаются уничтожением нашего народа. И борьба за трезвость, суть есть борьба вот с этой самой мафией. И если кто-то этого не понимает или не хочет понимать, в упор не хочет понимать, то он в этой проблеме не понимает вообще ничего, вообще ничего. Что делать? Прежде чем ответить на этот вопрос, надо понять, а почему же люди пьют? Ну все же знают, что плохо, что добром не закончится. Только что вот мимо площади, не мигом мы проезжали, где трагедия, помните там, сколько, 25 лет прошло, а трагедия до сих пор там сидит. 54 молодых девушек, понимаете, юношей, насмерть растоптали до кишок. Алкоголь, табак, ну как-то это все мимо прошло, понимаете. Выводов-то с этого никаких никто и не сделал. О том, что молодежь и алкоголь это несовместимые совершенно вещи и табак. Так оно все и продолжается, и до сих пор продолжается. И вот почему люди надо найти, почему люди пьют? Ответ. Маршак написал целую поэму. Для пьянки есть такие поводы. Раслуки, встречи, праздник, проводы. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. И заканчивается покупка новой чины. Просто пьянка без причин. Все это глупость. Науке известно всего три причины, почему люди пьют. Науке известны всего три причины, почему люди курят. Науке известны все те же самые, всего лишь три причины, почему люди колются другими наркотиками. Первая причина, самая важная и самая страшная называется доступность данного наркотика. Доступность. Фантастическая доступность алкоголя и привела к алкогольной катастрофе и в России, и в Белоруссии. Что такое доступность? Это прежде всего цена, время, место продажи, ограничения и непоспощадная борьба с подпольным производством, подпольной продажей. Все у нас обрушил Ельцин. Все, понимаете, что хочешь, что и делай. И понеслось. У нас соотносительно, водка сейчас примерно в семь раз дешевле, чем при советской власти. Это значит, что на в семь раз доступнее для населения, понимаете? Такой доступности на Западе нет. Там очень дорого все стоит. На самом-то деле, понимаете, относительно. Вторая причина, это убеждение людей. Убеждение людей в том, что надо пить, в том, что надо курить, в том, что надо колоться наркотиками. Причем мафия тратит сотни миллиардов рублей и долларов для того, чтобы у молодежи сформировать вот эти алкогольные и табачные наркотические убеждения. Сотни миллиардов. Я как-то лет десять назад сел, думаю, дай-ка я целый день посмотрю телевизор по всем каналам. Чем занимались герои популярных сериалов? Пили, курили, развратничали. И молодежь пытались убедить, вот она жизнь, вот, вот ты, реальная жизнь, так сказать. Этим, как говорится, и занимайся. И третья причина, это наркотическая природа. Наркотическая природа. Употребление любого наркотика, а алкоголь и табак это наркотики, человек проходит через три стадии. Три стадии. Первая стадия – герой. Хочу пью, хочу не пью. Хочу курю, хочу не курю. Вторая стадия – хочу пить и пью. Хочу курить и курю. А третья стадия – уже не могу ни пить, ни курить. Уже эта петля на шее затянулась наркотическая. Вот три причины, почему люди курят, пьют и колются другими наркотиками. И запомните, других причин нет и быть не может. Быть не может. И если где-то, когда-то, вдруг вы слышите какие-то другие причины, почему люди курят, пьют, знайте, это мафия. Эта мафия работает. Она все делает для того, чтобы отвлечь наше внимание от решения смертельных для этой мафии проблем. А именно, ограничение прекращения доступности алкоголя, в первую очередь для детей и молодежи, скажем, хотя бы до 21 года. И формирование трезвых убеждений у молодежи. Если мы это сделаем, мафия сдохнет просто сама по себе. То есть народ не пойдет в эти магазины. Для решения алкогольной проблемы традиционно существует два подхода. Один подход, всем вам хорошо известный, называется борьба с пьянством и алкоголизмом. Слышали про такое? Конечно. При советской власти в каждом райисполкоме, на каждом предприятии была комиссия по борьбе с пьянством. Это обязательно боролись с пьянством и алкоголизмом. Доборолись до того, что... Борьба с пьянством и алкоголизмом. А второй подход, вот это борьба с пьянством, с пьянством. А вот здесь второй подход, это борьба за трезвость. Борьба за трезвость. Казалось бы, для обывателя одно и то же, да? Ну, то есть что борьба с пьянством, что борьба за трезвость, вроде как это одно и то же. На самом деле все с точностью до наоборот. Даже не перпендикулярно, а до наоборот. Но прежде чем, как говорится, разобрать, надо понять, а как определяют эти два подхода, как они определяют предмет, алкоголь. Как они определяют? Борьба с пьянским алкоголизмом считает, что алкоголь это специфический пищевой продукт. Специфический, но пищевой. Продавать обязательно в гастрономии, рядом с колбасой, с хлебом, чтобы, не дай бог, у молодежи даже мысли не возникло, что это яд и наркотик. Вот представьте, приехал бы в Минск, пошел в хозяйственный магазин, в самом дальнем углу, где яда химикаты, удобрения, я бы вдруг увидел ржавую канистру с водкой, запыленную бутыль с пивом, какие-то темные личности с котелками бы подходили, им бы отмеряли кружкой. Наверное, молодежь бы подумала, а что это водка с пивом среди ядов в хозяйственном магазине? Нет. Зайдите в любой гастроном. Их анастас бутылок, понимаете, на любой карман, на любой, детям продавали. Но специфический, почему-то вот за рулем нельзя, почему до сих пор не знаю. Почему нельзя так, понимаете? Человек пиво напился, а ГАИ терзает, права отбирает. Пищевой же продукт. Борьба за трезвость определяет алкоголь как самый опасный на земле наркотик. Кстати, в 1975 году 28-я сессия Всемирной Организации Здравоохранения, в 1975 году, официально признала алкоголь наркотиком номер один в мире. Героин наркотик номер два, по опасности табак наркотик номер шесть. Призвала правительство всех стран мира организовать борьбу с алкоголем именно как с наркотиком. На сегодняшний день 44 страны мира имеют сухой закон в отношении алкоголя. Это арабские, мусульманские страны, там алкоголь такой же наркотик, как героин. Не только за распространение, за употребление предусмотрено суровое наказание. Я говорю, даже за появление в нетрезвом виде 60 ударов палкой в полицейском участке, это, как говорится, совершенно полусмертельная доза. Не до смерти бьют, но бьют так, что надолго хватает. А 85 стран имеют закон трезвости. Это максимальное ограничение на доступность к этому яду, в первую очередь детей и молодежи. И только Советский Союз в 1975 году в антинаркотической секции ВОЗ представлял бывший главный врач-нарколог страны некий Бабаян. Сам большой любитель алкоголя и в знак протеста против признания алкоголя наркотиком Советский Союз вышел из антинаркотической секции и отказался по существу рассматривать эту проблему. Следующий важный вопрос. А как вы думаете, алкоголизм и наркомания – это болезни или это вредные человеческие привычки? Болезни. Кто считает, что алкоголизм и наркомания – это болезнь? Поднимите руки. Ну, так просто. Хорошо. А кто считает, что вредная привычка? Ну, меньшинство. Меньшинство. На самом деле в любой простой аудитории, особенно молодежной, 100% поднимает руки, что это болезнь. Так вот, запомните, запомните и всем расскажите. Миф о том, что алкоголизм и наркомания – болезни – это выдумки алкогольной мафии и состоящие этой мафии на службе врачей-наркологов. Это предаток алкогольной мафии врачи-наркологи. Никакие это не болезни. Это вредные человеческие привычки. И бороться с ними с помощью врачей, с помощью таблеток бессмысленно и бесполезно. И они это нам прекрасно продемонстрировали все эти 60 лет этой самой борьбы. Существует несколько изящных доказательств о том, что алкоголизм и наркомания – это не болезни. Ну, первое доказательство. Можете ли вы мне назвать хоть одну болезнь, чтобы человек в разгар болезни собрал за столом семью, стукнул кулаком по столу и сказал, с этой минуты я перестаю болеть. И перестал бы болеть. Ну, скажем, дизентерия. Третий день, самый понос. А он собрал семью и говорит, перестаю с этой минуты болеть дизентерией. Надолго хватит? Я думаю, на часок побежит болеть. Ну, надо же лечить. А сколько знаем ситуацию, алкоголик, ни грамма в рот и дальше жил трезво. Согласитесь, подозрительная какая-то болезнь. Второе доказательство. Представьте, я на необитаемый остров отвезу пять безнадежных больных. Больной раком – последняя стадия. Туберкулез – последняя стадия. Алкоголик – последняя стадия. Наркоман – последняя стадия. Курильщик легкими уже кашляет. Оставлю им еду, ни одной таблетки, ни одного лекарства и уплыву. Через год вернусь, что я увижу. Больной раком умер, больной туберкулезом умер. А алкоголик, наркоман, курильщик с вот такими красными мордами лица прыгают по берегу. Увидали корабль и кричат. Дури, дури-то привезли. Мы тут целый год без дури с ума сходим. Но ведь ни один из них не умер, правда? Более того, врачи их обследовали, глаза на лоб. Все в тысячу раз здоровее, чем когда их умирать привезли. Так что же это за болезнь такая? Возбудитель убрали, и сразу вся болезнь прекратилась. А знаете, зачем эта мафия вбивает в голову нашей молодежи миф о том, что алкоголизм и наркомания – это болезни? Да потому что для этой мафии нет более важной идеологической задачи, чем убедить молодежь, что это болезнь и что от нее можно вылечить. Иди, молодой человек, пей, чего боишься? Ну, если сопьешься, вон целая толпа наркологов, объявления во всех газетах, вылечат тебя моментально. Иди, молодой человек, уколись, попробуй, что ты? У нас как-то вся Москва была заклеена объявлениями. Лечу от наркомании, за три дня лечу, да ни одного же еще не вылечили. Потому что это не болезни, понимаете, это вредные человеческие привычки. И с ними бороться надо не врачами-таблетками, а изгонять этих бесов алкогольных, наркотических, из человека палкой, а из общества дубиной, то есть сухим законом. Это единственная возможность избавить общество от наркотиков – это вводить вот этот самый сухой закон. Да. У нас же существует, получается, запрет на продажу наркотиков и на хранение тоже предусмотрено. Да. Но, однако, количество наркоманов у нас меньше не становится. Так, отлично. Значит, у нас существуют легальные и нелегальные наркотики. Вы согласны? Да, да, я согласен. Очень трудно отличить человека, который одурманился легальным или нелегальным наркотиком. Очень трудно. Понимаете? Он такой же ходит. У него такие же зрачки расширенные. То есть тут отличить очень трудно в таком обществе. Более того, он будет отрицать, что он за то можно в тюрьму сыграть, а за алкоголь тут уже герой, как говорится. Поэтому на этом фоне, ну давайте, раз невозможно бороться, мы что, мы должны отменить ответственность за распространение наркотиков? Ну тогда хлынут, тогда у нас вся страна наркоманами станет. Наркоман, это как панацея от употребления. Я говорю о том, что... Хорошо. Вернемся. Раз уж человек тут задал вопрос. Вы знаете, вся проблема алкогольно-наркотическая, она вся пропитана мифами. Мифами. Мафия создает мифы. Эти мифы внедряет в головы людей. Особенно в головы пьющих людей. Люди пьющие, которые убеждены, что надо пить, понимаете? Они понимают под сознанием, что это нехорошее дело. И они ищут любые оправдания своему пороку. А им тут же эти оправдания и подкладывают. Сухой закон против этого самого алкоголя, так сказать, будет еще хуже. Почему-то вот считают. Я всегда, когда слышу эти либеральные либерасты в демократическом обществе, никакие запретительные меры ничего хорошего не дают. Я говорю, да, да. Я с вами говорю, согласен. Согласен. Давайте отменим Уголовный кодекс Российской Федерации. Я недавно его перечитал. Вот такой том. Одни сплошь запретительные меры, а по 15 статьям до сих пор предусмотрена смертная казнь. Она приостановлена, но предусмотрена. Давайте отменим, раз запретительные меры ничего хорошего не дают. Хочет он людей порезать, да пусть идет режет. Зачем запрещает? Хочет он девочек насиловать, да пусть идет. Зачем это же запретный плод? Еще же больше. Да что за ерунда? Общество это и есть запреты, которые общество на себя налагает, соблюдает. А за нарушение этих некоторых запретов сурово наказывает, в том числе и жизни лишает. Но почему-то вот с алкоголем, ну никак. Нельзя его, как говорится, никак его нельзя запрещать. Потому как будет еще хуже. Я вас могу порадовать. А что еще делать? У нас порадовать могу. У нас действует более 100 лет сухой закон за рулем. Действует. И прекрасно действует. Каждый нетрезвый водитель за рулем должен быть наказан. Лишь он водительских прав, крупно оштарфован. Это и есть сухой закон наказания за алкогольное одурманивание. Давайте завтра сойдем с ума и отменим сухой закон за рулем. Что будет? Я скажу, что будет. Сейчас по статистике в России 1% водителей за рулем ездят пьяные. Но этот 1% пьяных водителей дает 24% всех тяжких дорожно-транспортных происшествий. И 56% смертей на дороге. Это 30 тысяч в год. Дают пьяные водители. Давайте завтра отменим сухой закон. Предлагали либерасты отменить сухой закон за рулем. Но каждый второй пьяный за руль полезет. Нас передавят. Наоборот, надо бы ужесточить. Как в той же Америке. Сколько гадостей из Америки перетащили. А ведь все, что хорошее, скрыли. В Америке пьяные за рулем ЧП национального масштаба. Если ловят пьяного за рулем, первое конфискует машину. Сразу все, до свидания. Даже я говорю, если по доверенности не будь дураком, не давай доверенности. Все, нет машины. А ему тюрьма, суд, огромный денежный штраф. И на 10 или 20 лет на усмотрение судьи лишение водительских прав. А если он в пьяном виде кого-то задавил, это электрический стул. Смертная казнь. Умышленное убийство. Давайте введем, хотя бы конфискуем машину за вождение в нетрезвом виде. 10 машин конфискуем, по телевизору покажем. 11 тысячу раз задумается, садится последний раз за роль своей машины или нет. Так что действует сухой закон, в том числе действует прекрасно. Я не говорю, что они действуют. Я говорю, что он, возможно, не является панацеей. Вы знаете, в обществе либо что-то разрешается, либо что-то запрещается. Что еще за панацея? Что еще можно? Получается, что этими привычками, в принципе, вредными привычками, собаки только пользуются, да? То есть, не подвергаются. А сильный человек не подвергается. Подвергается и сильный человек. Любой человек подвергается, потому как вот эти алкогольные убеждения, то, что я вам показал, их формируют для всех. Понимаете, сильные, слабые, разницы нет. Разницы нет. Вообще, всю эту проблему алкогольную проще всего и лучше всего сформулировать в виде вот такой вот конвейера. Вот я рисую алкогольный конвейер. И он крутится вот в эту сторону. А на конвейере находятся пьющие люди. Пьющие люди. А мафия сверху алкоголь подливает. А конвейер сюда крутится. Кого мы видим на конвейере? В самом начале конвейера так называемые культурно пьющие люди. Ох, как там весело. Трудно представить. Там пиво море, шампанское рекой. Для девочек коктейли хоть запейся, залейся. Вся артистическая богема, каждый праздник на экранах телевизорах пьянствует. Да так культурно, ну, завитки берут. Очень весело здесь. Вот здесь находятся умеренно пьющие люди. Мафия сюда вино и водку льет. А вот здесь уже веселье закончилось. Тут уже начинаются проблемы. Проблемы в семье, на работе. Ну, понятное дело. Здесь находятся пьяницы. Мафия сюда самогон гонит. А здесь уже тоже не до веселья. Тут уже семья распалась. Дети прокляли. С восьмой работы выгнали. На девятую никто не берет, кому пьяница нужна. А вот здесь алкоголики. Мафия сюда стекла очиститель на спирту. Пузырьки из аптек. А вот здесь эти алкоголики миллионами падают в могилу. И встает вопрос. А что нам делать с этим конвейером? Что нам с ним делать? Алкогольная мафия и состоящие у них на службе врачи-наркологи громче всех визжат и кричат. Все на борьбу с пьянством, алкоголизмом. Все на борьбу с алкоголиками. Тонут, миллионами тонут, миллионами гибнут. Все бросай, спасай алкоголиков. Как вы думаете, если мы все бросим и начнем спасать алкоголиков, мы когда-нибудь эту проблему решим или нет? Решим или нет? Решим. Когда последний русский человек упадет в эту могилу, как индеец в Америке, вот тогда они с нами эту проблему решат безо всякой войны. А с другой стороны, если мы возьмем любого погибшего алкоголика и внимательнейшим образом изучим его жизнь, мы вдруг с удивлением узнаем, оказывается, ни один алкоголик не родился алкоголиком. Он родился трезвым мальчиком, трезвой девочкой и лет 20 назад был вот здесь, возле этого конвейера. Но его культурным питьем заманили на конвейер, превратили его в культурно пьющего по праздничкам. Потом он перетек в компанию, умеренно пьющего по выходным, потом стал пьяницей, алкоголиком, а потом и погиб. Так, может, лет 20 тому назад вот этого алкоголика погибшего, вот здесь надо было спасать. Вот здесь спасать, чтобы он никогда на этот конвейер не попал. Надо молодежи какой-то неодолимый барьер вот здесь вот поставить, чтобы она на конвейер этот не лезла. Надо мафии начать руки отрубать, чтобы она народ-то спаивать перестала. Тогда, глядишь, что-то может и измениться в нашем отечестве. Так вот, все, что находится вот здесь, называется борьба с пьянством и алкоголизмом. С научной точки зрения абсолютно бессмысленное занятие. Занятие жестокое по отношению к людям, с которыми борются, и занятие преступное по отношению к нашей нации и государству. То, что вся эта возня вокруг алкоголиков и пьяниц в обществе создает иллюзию, что что-то делается. Начальство пьяниц костерит, наркологи их где-то там лечат. Да ничего же не происходит, понимаете? Мы с вами решили спасти 100 алкоголиков. Благородное дело. Спасти их. Спастем одного. 99 похороним. Такой выход у них. Но пока мы этих 100 пытаемся поймать, спасти, 100 ребятишек-то уже на этот конвейер заскочило. А конвейер-то ведь все время крутится и крутится только в одну, в одну сторону. А все, что находится вот здесь, как раз и называется борьба за трезвость. Борьба за трезвость. Это то, на что академик Углов 50 лет своей жизни положил. Это то, на что мы грешные вот уже 40 лет отчаянно бьемся на этом фронте. Борьбы за трезвостью. Борьбы за трезвостью. А теперь давайте посмотрим. А где у нас находятся родители? Вот где у нас находятся родители в этой ситуации? Если родители находятся вот здесь. Ведут трезвый образ жизни. Как вы думаете, они своим примером способны своих детей удержать от этого конвейера? Способны или нет? Я скажу осторожнее. Есть шанс. И шанс есть очень хороший. Вот у меня в семье. У меня 40 лет сухой закон в семье. Все праздники трезвые, будни трезвые, друзья трезвые, родня трезвая. У меня выросли две взрослые дочери, трезвенницы. Нашли себе молодых людей трезвых. Сыграли трезвые свадьбы. Две внучки у меня, трезвенницы растут, студентки, 21 и 19 лет сейчас учатся в московских вузах престижных. Младший вообще мастер спорта по художественной гимнастике, пятикратная чемпионка Москвы. Мы трезвые люди, имеем шанс выжить в условиях этой войны. Война идет страшно, но мы трезвые люди, имеем шанс выжить. А если родители вот здесь, по праздникам, пьют культурно, пьют умеренно, красивые бокалы, так называемые хорошие вина. Как вы думаете, они своим примером затащат своих детей на этот конвейер или нет? Затащат или нет? 98% Если кто-то сомневается, я всегда провожу опыт, который показывал вам на этом самом, показывал Иванов. Я всегда говорю, если кто-то сомневается, я говорю, я вас попрошу всех, быстро, быстро, все, поднимите вверх указательный палец. И все поднимают. Все поднимают. 99% кроме самых слепых поднимают большой палец. Ну если аудитория, это вы-то хитрый народ уже, знаете эту уловку. А обычные люди все поднимают. Выше, выше, все выше. Я говорю, а теперь посмотрите, что вы сделали. Все смотрят, что сделали. Я говорю, вы-то подняли большой палец. Я же просил поднять указательный, а вы подняли большой. Все, да, действительно. Я говорю, вы взрослые люди. Ведь вы же сделали не то, что я вам сказал сделать. А вы взяли и сделали то, что я сделал. Но имейте в виду, дети наши тем более делают не то, что мы им говорим, а то, что мы с вами сами делаем. Вы своему ребенку хоть кол на голове тишите, что алкоголь и табак, яд, наркотик, сами будете употреблять по праздникам. Наплюет он на все ваши разговоры. А есть у вас гарантия, что ваш ребенок, начав культурно глядя на вас пить, не сопьется и не погибнет в расцвете сил? Есть такая гарантия? Нет такой гарантии ни у кого. У нас президент Ельцин на глазах всего мира безобразнейшим образом спился. У нас в Академии городка 4 академика спились. Точно так же, как обычные люди. Вот в этом большом пальце вся суть этой проблемы алкогольной и заключена. Хотите, чтобы ваши дети пили, курили, к наркотикам потянулись, погибли в расцвете сил? Начните, но только культурно. Только, чтобы культурно поправить, чтобы не дай бог, а то с топором начнете друг за другом бегать. Дети еще задумаются, наверное, что-то в этом алкоголе есть не то. А так вы их точно сюда, на эту иглу алкогольную посадите. Здесь даже нет сомнений. А теперь давайте посмотрим. А на кого направлена вся мощь пропаганды? Вся мощь пропаганды трезвости и вся мощь пропаганды так называемого культурного питья. Ведь мафия, она же не говорит, что спивайтесь и подыхайте, правда? Пейте культурно, хорош по праздникам. Вот, посмотрите, это же внедряется идея решения, решение этой проблемы, борьба с пьянством видит в чем? Во внедрении культурного питья, теория культурного питья. ТКП, теория культурного питья. Это решение проблемы алкоголем. Это мафия и борьба с пьянством, это предполагает. Надо научить всех пить культурно, согласны? Тогда проблем не будет. А здесь теория трезвости. В основе борьбы с пьянством лежит теория культурного питья. В основе борьбы за трезвость лежит теория трезвости. Ее латинское название – сабриология. И вот теория трезвости говорит, что это наркотик, а культурного питья, что это пищевой продукт. Ну и, как говорится, пошло и поехало в этом все и отличие. А теперь, я говорю, посмотрим, на кого направлена вся мощь пропаганды этих теорий. Теории культурного питья и теории трезвости. На кого направлены? Теория трезвости, ее пропаганда направлена на всех и на каждого. На всех и на каждого. Куда бы меня ни пригласили, я всюду говорю одно и то же. Меня приглашают к алкоголикам. Я прихожу и говорю, алкоголики, живите трезво. Живите трезво, алкоголики. Для вас это единственная возможность не сдохнуть, как собакам под заборем. Это начать жить трезво. Более того, если вы начнете жить трезво, вы снова станете такими же нормальными людьми, как и я. А кто-то из вас даже станет человеком творческим. И примеров тому тысячи. Величайший американский писатель Джек Лондон в 25 лет был законченный пропитый алкоголик. Валялся под заборами, по тюрьмам, нашел себе силы, вылез из этой, стал мировым писателем. Меня приглашают к пьяницам. Я говорю, пьяницы, живите трезво. Живите трезво. Для вас это единственная возможность не спиться окончательно, не быть проклятой семьем и обществом, не стать алкоголиками и не сдохнуть под забором. Я прихожу к людям, которые пьют культурно. Я говорю, люди культурно пьющие, живите трезво. Живите трезво. Вы хотя бы подайте пример трезвой жизни своим собственным детям. Есть у вас гарантия, что дети, глядя на вас, как вы пьете культурно, начат пить культурно. Нет такой гарантии. И самое главное, я прихожу к детям, к молодежи и говорю, дети, молодежь, живите трезво. Живите трезво. Для вас это единственная возможность реализовать в жизни все свои способности, познать настоящую любовь, создать нормальные и здоровые семьи, нарожать абсолютно здоровых детей, состояться в этом мире, как людям и гражданам. А на кого направлена вся мощь пропаганды культурного питья? На кого направлена? Призывать алкоголиков пить культурно бессмысленно. Алкоголики пить культурно не смогут никогда. Призывать пьяниц пить культурно – это преступно. Я более культурных выпивок, чем пьяницы, в жизни не видел. Пьяница в компании, когда первую рюмочку поднимает, он и пальчик отставит. Он из-за прекрасных дам тост скажет, и второй тост за любовь, а третий тост у него из-за марахаяма. После шестой рюмки культура куда-то уходит и, как говорится, опять обделался. То есть призывать пьяниц пить культурно – это призывать их пить, спиться, стать алкоголиками. Призывать людей, которые пьют культурно, пить культурно – это вообще глупость. Они же уже пьют культурно. Что, еще культурней, что ли, пейте? Так на кого направлена вся мощь пропаганды культурного питья? Так вот, запомните, вся мощь пропаганды культурного питья, все эти сцены на экранах телевизоров и прочее, направлены на наших с вами трезвых детей. Вот кого эти сволочи на самом деле призывают пить культурно. Не нас с вами, детей наших трезвых. Дети, пейте культурно, пейте хорошее, пейте по празднику, пейте, вы, дети, пейте, вы начните, дети, пить, вы сломаете, дети, в себе эту природную естественную трезвость. Хоть одной ножкой на этот конвейер заползите, мафия вас подхватит. Поэтому на сегодняшний день любая пропаганда культурного питья должна быть в наших странах признана государственным преступлением, преступлением. Потому что вся эта пропаганда ровно на 100% направлена на спаивание, уничтожение наших с вами детей и молодежи. И люди, которые пропагандируют культурное питье, запомните, это либо дураки, которых немало на Руси, либо это враги, которые очень хорошо знают и понимают, что они и зачем это делают. Кстати, им за это очень-очень хорошо платят. Очень хорошо платят. Лет, наверное, 10 назад по Первому каналу идет интервью с бывшим главным врачом-наркологом страны, академик Иванец. И вот заказал глаза этот академик Иванец, главный нарколог. И вещает с экранов телевизора. О, алкоголизм, это болезнь, болезнь страшная, неизлечимая, неизлечимая. Нам нужны миллиарды рублей, нам нужны миллионы коек, чтобы десятки миллионов алкоголиков в России полечить. Тетенька ведущая глаза выпучила, говорит, а сейчас-то что делать? Делать-то что? И этот академик, не моргнув глазом, с экрана телевизора заявил, а нам надо учить детей в школе и дома культурно пить. У меня аж челюсть отпала. Он что, дурак этот академик? Нет, не дурак, я его лично знаю. Выгнали его с работы, нового поставили. Брюн, по фамилии, главный нарколог в России, сейчас посадили его за мошенничество. Понимаете? Так этот Брюн, когда его назначили, он накануне Нового года по всем каналам телевизоров объяснял россиянам, как на Новый год побольше этого зелья выжрать, а при этом меньше одуреть. Ну что это такое? Сторона гибнет от алкоголя, главный нарколог взялся пьянству народ обучать. А теперь давайте посмотрим, а какие на все на это идут средства? Какие средства идут на все это дело? На борьбу за трезвость. Я 40 лет из своей зарплаты каждый месяц 20% откладываю на борьбу за трезвость. Каждый месяц. Помочь газетам, мы вот издаем газеты, газеты соратник, мы 4 газеты издаем трезвенческие. Помочь газете. Напечатать каких-то дисков, листовок, съездить где-то перед молодежью выступить. Вы понимаете, это такие крохи, гроши, про которые даже стыдно вот в приличном обществе говорить. За 40 лет трезвенческого движения государство ни копейки не дало на борьбу за трезвость. Вот сюда наркологам миллиарды как в трубу летят, миллиарды летят туда. И ведь никто же с них не спросит. А где эта армия вылеченных вами алкоголиков-наркоманов, которая вернулась в народное хозяйство? Где нет этой армии, понимаете? А нам говорят, демократия, пожалуйста, Владимир Евгеньевич, пойди вон в 10 класс, у меня там дочка, кстати, учится. Выступи перед молодежью, так сказать, ты умеешь, про вреду, про алкоголь. А в это время они по телевизору очередные фильмы запустят, понимаете, где все это есть. Все, демократия, она вот только в одну, в эту сторону она и идет. Вот такая вот у нас демократия получается. Сколько времени-то кто у нас, модератор? Еще 10 минут? Владимир Евгеньевич, очень спасибо. А вы, я насколько понимаю, вы обращались к разным властным структурам с этим вопросом. Какой ответ это? Это невозможно? Ну, видите, ответ какой. Вот тут ответ и есть, понимаете? А если в администрации президента тоже никакие ответы, как положено? Вы знаете, в Москве, в Москве жил, в Москве жил, сейчас он в Пскове живет, архимандрит Тихон Шевкунов. Это очень влиятельный священник, духовник Владимира Владимировича Путина. И вот отец Тихон мне рассказывает, мне говорит, как-то я ходил по своему храму, смотрел, как в лавке продают диски какого-то бородатого профессора Жданова. Смотрел, полгода ходил, потом спрашивает, что за диски продаешь? А продается, говорит, да вы знаете, народ берет, очень хвалит. Ну-ка дай. Ему попалось мое выступление в одном из храмов Москвы под названием «Алкогольный террор против Святой Руси». Отец Тихон, он патриот, он говорит, я два часа оторваться не мог от экрана. Всю ночь молился, а наутро меня начал искать. И говорит, Владимир Владимирович, это самая страшная проблема для русского народа. Это проблема жизни и смерти нашей, она вот она уже. У меня, говорит, есть возможность, а он сам киношник, он закончил, он тут кинематографии, сценарист, и у него прямо при монастыре и пархиальная киномастерская. Давайте отснимем фильмы, отснимем ролики по вашим материалам. Я, говорит, это самое, добьюсь, чтобы Первый канал все показал. И мы сели за работу, 4 месяца не разгибаясь работали. Отсняли 4 фильма антиалкогольных трезвых «Чижик-пыжик где-то был» о детском алкоголизме, 8 марта о женском алкоголизме и о воздействии алкоголя на организм. И 20 роликов отсняли, 10 медицинских, 10 социальных. И в конце января, в начале февраля 2009 года Первый канал две недели показал два наших фильма и попоказывал наши ролики. Результат превзошел все наши ожидания. Более 400, более 40 тысяч отзывов со всей страны мы получили по интернету от молодежи. Огромное спасибо. Открыли глаза, вышли на ваши сайты, перестали пить, курить. Девчонкам запретили эту отраву употреблять. И в результате вот этих двух недель показа, в марте месяце продажа алкоголя в России обвалом сократилась на 21%. Вы представляете? До такого обвала не было даже в 1985 году. Ясно, что мафия не могла терпеть подобных убытков. На все мыслимые и немыслимые каналы нажала. Запретила показ наших фильмов, роликов по центральному телевидению. Но джин уже был выпущен из бутылки, начали крутить на предприятиях, в школах, в вузах, местные телеканалы. Как назовем, спрашивает меня отец Тихон. Я говорю, ну как, батюшка, очевидно, отрезвление России общее дело. Подумал, говорит, не, не будем этого беса за хвост, просто общее дело. И сейчас огромная общественная молодежная организация, общее дело, почти во всех регионах России действует. Это молодые ребята, девушки, юноши идут в школы, трезвые, проводят уроки трезвости и так далее. Снимают сами эти новые фильмы. Идет вот такая вот большая работа. И символом этой организации, общее дело, стал большой палец Владимир Георгиевич, понимаете? Делай, как я, что я делаю, и говорю, вот это и ты делай. А если ты говоришь одно, а делаешь другое, то ты лучше заткнись, помолчи и не лезь в это дело никогда. Вот такая вот у нас интересная ситуация. Но я еще раз говорю, молодежь трезвеет. То есть эти идеи, ну я не знаю, наверное, половина людей в этом зале сидящие там, подошли уже ко мне, поблагодарили, что благодаря Владимир Георгиевич вашим выступлениям ярким, горячим, у нас в голове что-то и переметнулось. И я еще раз вам хочу сказать, идти к молодежи, как это идут наркологи. Они идут и рассказывают про здоровье, про печень там, что капля никотина лошадь. Да это надо просто метлой гнать всю эту, понимаете, погонь из школы. Для молодежи здоровье на 18 месте приоритет. У них что? Успех, у девочек, деньги, машины, вот у них что. А здоровье, что ему, в 16 лет какое ему здоровье, у него пышет. Но когда приходишь к молодежи и не о здоровье говоришь, а говоришь, что война идет, страну твою насилуют, мать твою насилуют, убивают. И ты, молодой человек, должен определиться, где ты будешь на этой войне, вот здесь вот, или с теми, кто наш народ, вот это действует. Вот это заставляет задуматься и заставляет человека потом всю жизнь понимать, что он до фронта, до войны и... Вы знаете, тема необъятная. Я вам хочу сказать, у меня сегодня с 3 до 5, 2 часа будет встреча. Это центр Москва, у меня там будет центр, творческая встреча. Приходите туда, я там для затравки расскажу про глаза, для затравки расскажу о той страшной проблеме, которая у нас с долгожительством, с продолжительной жизнью. Оказывается, открыто тайно долгожительство, но медицина ее скрывает, она не заинтересована, чтобы люди ее знали. Ну и там же я отвечу на все ваши вопросы об этих мифах. Сейчас просто не время, но я хочу сказать, что у нас этот... Что? С 3 до 5. У нас, понимаете, у нас в этом году два огромных юбилея. Что? Дом Москвы, там, в доме Москвы. Это дом Москвы, в доме Москвы. Значит, я хочу сказать, у нас в этом году два юбилея. Так, можно там, минуточку внимания. Два юбилея очень важные. В этом году исполнилось 100 лет. Со дня рождения мы его называем великого русского ученого, ленинградского ученого, психофизиолога Геннадия Андреевича Шичко. И великого русского писателя, фронтовика Ивана Владимировича Дроздова. Они были друзья, фронтовые два, и Шичко, и Дроздов. А Шичко родился у вас под Минском. И наши минские соратники считают, что это великий белорусский ученый Геннадий Андреевич Шичко. И в этом году мы отметили их столетие со дня рождения, с 23 года рождения фронтовики. И вот этот метод Шичко, это гениальнейший метод, который позволяет любому человеку, любое новое полученное знание превратить в свое убеждение и даже в свою подсознательную потребность. И вот знание о трезвости, знание о зрении, знание о здоровье. Мы много знаем, мало что делаем. Лень мачеков впереди лет на 20, а как эту лень убрать? И вот Шичко нашел простейший гениальный метод, как можно человеку преодолеть свою любую лень и начать заниматься тем, чем и надо заниматься. И вот по этому методу Шичко, Геннадий Шичко и его метод, писатель Иван Дроздов, он написал о нем и написал его метод. Причем привел все документы, что делать, как делать, в основном это с алкоголем, табаком связанный, но материал просто потрясающий. Есть у меня, я вот их 10 штук пришел, 6 ваших рублей. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку подписаться. И обязательно нажать на знак колокольчик. Понравившейся записью, вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного Славянского Радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добро! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...